Заработать на чужой беде. В суд передано уголовное дело в отношении мошенницы, которая воспользовалась отзывчивостью людей и присвоила себе денежные средства. Они собирались с помощью одной из социальных сетей на дорогостоящее лечение ребенка. В конце прошлого года жительница Волгограда обратилась через социальную сеть за помощью. Ее тяжело больной дочери требовалась операция за рубежом стоимостью 80 тысяч евро. Сначала средства поступали на указанный банковский счет регулярно, а потом перестали приходить. Как выяснилось, параллельно в интернете появилась еще одна страничка с просьбой перечислять деньги для ребенка, но уже с другими реквизитами. Женщина обратилась в полицию и в результате расследования стражи порядка вышли на жительницу Паласовского района. Увидев информацию о сборе средств, она воспользовалась ситуацией и скопировала объявление с фотографией девочки, при этом указала свой банковский счет и номер мобильного. Чем занимаетесь? Дома. Детями сижу, на хозяйках. Работаете? Нет. Где берете денежки на существование? Живу на детские посуде, на адрес, но потеряю помощь. За что задержаны? Не знаю. В отношении подозреваемой, 34-летней, не работающей ранее судимой жительницы Паласовского района, было возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Хищение чужого имущества путем обмана. В ближайшее время дело рассмотрит суд. Собранными доказательствами вина подозреваемой полностью доказана. Задержанный грозит лишение свободы сроком до двух лет. К слову, за полтора месяца, что существовала лжестраничка о помощи ребенку, мошенница присвоила почти 13 тысяч рублей.